8 апреля 1912 года в нашей стране показан первый анимационный мультфильм «Прекрасная люканида» или «Война усачей с рогачами». Это драма о средневековой жизни. Герои в ней не люди, а насекомые. Королева также приятно удивлена статной осанкой мужественного Гераса. Она принимает поданную ей руку и следует за ним в парк. С тех пор анимация шагнула далеко вперед. Создать на экране сказку захотел и курянин Борис Дежкин. Получились шедевры советской мультипликации. В числе его работ знакомые с детства – Чаполина, Шайбу-Шайбу, Муха-Цокотуха. А с развитием технологий мультипликация доступна всем. Стали появляться небольшие кружки по интересам. Один из таких был создан в Ольгове. Теперь здесь детская студия. В начале апреля ребята презентовали зрителям свою новую работу. Мультфильм о своем земляке. Капитане подлодки «Комсомолец» Псеволоде Бессонове. Мальчишка мечтал он ходить по морям. С горячим желанием учился в школе. И вот он уже капитан корабля. А рядом любимое море. Над созданием мультфильма трудились школьники. Самостоятельно рисовали и озвучивали. Самые взрослые из них учатся только в восьмом классе. Для начала главная задача состояла в том, чтобы все детально точно придумать. Продумать то есть сценарий, все действия. Мы потратили много времени на изучение материала, на изучение биографии. Расспрашивали родственников. Для меня это было первый раз. И на самом деле было достаточно сложно. Нужно было на очень маленькое расстояние передвигать все детали всех героев. И очень часто были ошибки. Это заняло много времени. Но это запомнилось. На создание мультфильма ушел целый год. 12 месяцев интересной работы под руководством педагога дополнительного образования Галины Стрельниковой. Дети снимали момент мультфильма, когда отец Бессонов уходит на фронт. И вот они там смеялись. Ну понятно, что дети, война это была далеко. И вдруг в какой-то момент они остановились и они сказали, Галинка, вы нас простите. Я сначала не поняла, говорю, за что. Но за то, что мы снимаем войну и мы смеемся. Студия анимации выпустила уже несколько десятков работ. А начиналось все с идеи воспитанников воскресной школы. Многодетная семья отца Сергия Клименко, которая проживала тогда в городе Львове, они также были воспитанниками нашей воскресной школы. И они, собственно, снимали первый наш мультфильм под руководством Галины Николаевны. Сейчас ребята воплощают свои новые задумки. На этот раз школьники экранизируют притчи. Ангелина Рязанцева, Анастасия Шугаева, Сергей Дорохов. События дня.